Всем привет! С вами Войк и это наш новый выпуск программы Войк Синема. Скорее мы её сегодня даже презентуем. И в отличии от Войк Интайм, где мы рассматриваем старые игры, здесь мы будем рассматривать только новые фильмы. Ну а с вами, как всегда, Анкл Ви и Пипа. Всем привет! И мы сегодня будем рассматривать сагу о Супермене, а именно сагу о Человеке Стали, человеку, который носит трусы поверх трико. И сегодня мы рассматриваем совершенно новый фильм, который был выпущен Кристофером Ноуном и Заком Снайдером. В преддверии продолжения трилогии о Тёмном Рыцаре вдруг начали заниматься парнем, у которого есть труселя и красный плащ. Пип, что ты думаешь по этому поводу? Ну, первое, что я хочу сказать, это просто отличный фильм. Его надо посмотреть всем, там вы найдёте для себя всё, что вам нужно. Там и отношения между родителями, и любовь, и мочилово, и кровь, и кишки, и, короче, космические эти тарелки везде летают. В общем, там полный экшен, очень интересно, очень захватывает, очень хорошо показаны детали, так что вы ничего не упустите. Вам очень понравится, я надеюсь. Ну и я тоже так думаю, несмотря на то, что я не очень люблю Супермена как супергероя вселенной DC, однако же фильм, который был создан, стал действительно легендой и собрал огромные кассовые сборы, о чём говорит, собственно говоря, уже две недели практически просмотров. Ну, скорее, неделя. Поэтому сегодня нужно сказать, что фильм действительно удался, и в дальнейшем Warner Bros. уже планирует снять продолжение. Или это будет Супермен 2, или Человек из стали 2, или же это будут уже Лига Справедливости. Пока мы ответить на этот вопрос не можем. Однако, можно уже абсолютно точно сказать, что в Супермене не было Лекса Лютера, а это значит, что он будет в дальнейшем. Криптонцы всё-таки не главный враг Супермена, и несмотря на всё это, DC Comics однозначно поставит Лекса Лютера либо главным злодеем Лиги Справедливости, либо он будет главным злодеем в следующей части Человека из стали. Не так же стоит вопрос о том, что же делать с Бэтменом. Вы знаете, наверное, о том, что Warner Bros. объявили, что они не будут считать всю трилогию Кристофера Нолана каким-то продолжением для Лиги Справедливости. Бэтмена они хотят отснять заново, пока, правда, не имеют на это героя, но уже есть определённые подвижки, так как в последнем фильме Человек из стали генерал Зот вместе с Суперменом разрушали скудник с надписью Бэйн Интерпрайсис, а это говорит о том, что в дальнейшем, думаю, Брюс Вэйн в качестве уже миллионера, а дальше и Бэтмена под ушастой маской, скажем так, ночью появится. Но пока неизвестно, кто это будет и как это будет продолжаться. Фим, что ты думаешь по этому поводу? Ну, самое главное, чтобы они не испортили Бэтмена. Ты понимаешь, о чём я надо, чтобы он был настолько же серьёзный, настолько же верующий в людей и так же охеренно спасал мир. Никто больше так не делает, только он так может. На самом деле. Это лучший супергерой, на мой взгляд, который есть на сегодняшний день. Я тоже с тобой полностью согласен, однако многие боятся то, что новые герои, гилья про Бэтмена, просто не призойдут картины Кристофера Нолана, и это приведёт к полному провалу серии. Но пока не будем делать каких-то прогностических моментов, мы будем говорить только об том. На сегодняшний день первый претендент на Лигу Справедливости уже есть, и это Человек из Сталин. А что будет дальше, пока же только время. Но помимо всего прочего, стартовал и ещё один глобальный такой фильм, это «Война миров Зи», который рассказывает о том, что же произошло в пост-зомби-апокалипсисе, просмотренной и в высокой горе снятой по самой известной, наверное, пост-апокалистической вселенной современности. Это Дэйзи и Варзи, известные геймерам не понаслышке. Что же я хочу сказать по этому поводу? Фильм достаточно имеет противоречивое мнение, потому что некоторые считают, что фильм действительно удался. Я же скажу, что не всё в нём гладко, однако атмосферность позволяет дать определённые положительные оценки, да и кассовые сборы тоже поражают. Пип, что ты думаешь по этому поводу? Я этот фильм не видел ещё, скажу честно. Возможно, я пойду на него, возможно, нет. Но, узнав от друзей и почитав лицензии, то есть там мнения совсем разные, отличаются друг от друга кому-то, очень понравился этот фильм, и они говорят, о, я ещё такого не видел, он просто шикарен. Кому-то нет, поэтому, соответственно, выбирает только вам. Вы также можете написать свои отзывы о данном фильме вот здесь, в комментариях, или же у нас на сайте. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, ваши мнения, и, возможно, тогда я схожу на данную картину и поделюсь мнением с вами. Ну и также не забывайте то, что на сегодняшний день у вас будет возможность посмотреть последний трейлер данного фильма уже в этом выпуске, Voic Cinema. В конце выпуска обязательно посмотрите его. Ну и также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и смотреть следующие выпуски Voicentimes, Voic Cinema, Voic News, Voic Обзоров и Voic Extreme. Конечно же, и получать за это гипты. Не забывайте посещать и наш сайт, VoicLand.ru, встречаться с нами в наших группах и играть с нами в различные игры. Всем удачи и пока! И играйте только в хорошие игры. Смотрите хорошие фильмы. Всем удачи и пока-пока! До встречи! Оно живет... В джунглях? Нет. Давай заберем другое. Оно быстро бегает. Нет. Оно обитает на великих равнинах Африки? Нет. Что? Что здесь происходит? Я сейчас. Пап, будь осторожен! Джерри? Сейчас же вернитесь в свою машину! Не надо выходить! Мил, а ты как? Быстрее! Поехали отсюда! Слушай, что происходит? И как по всему миру, везде так же плохо? Неизвестно. Не страшно! Как узнать, что они рядом? Они рядом. Готовы? Бегите, бегите! Давайте сюда! Джерри! Помогите нам. Я отвечаю за семью. Я не могу вас заставить, но не говорите, что не подходите для миссии. Милый. Скажи детям, что я вернусь. Папа! Карен! Запомните, я вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...